Летний сад, друзья, это прекрасно. Поэтому так сады любят садоводы-любители, дачники, которые периодически на выходных приезжают отдохнуть в своем саду. Ну и также об этом знают жители, которые живут в одноэтажных домах и имеют свои приусадебные участки. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о насекомых, обитающих рядом с нами в наших собственных садах. Это тли. Сегодня разговор пойдет о тлях. В природе существует огромное разнообразие тлей. Это довольно разнообразное в видовом отношении группа насекомых. Относятся они в таксономическом отношении либо к надсемейству равнокрылых насекомых, либо к семейству. Ну, существуют разные версии систематики и разные представления о таксономии и соответственной эволюции тлей. По характеру питания тли относятся к фитофагам. Это насекомые растительные и питаются они клеточным соком растений. У них есть даже своеобразный ротовый орган, предназначенный для этого. Это многочленистый хоботок, при помощи которого тля прокалывает ткань растения и высасывает клеточный сок. Очень интересен обмен веществ тлей. Так, как я уже сказал, тли питаются клеточным соком, а конечный продукт обмена у тлей – это вода и излишки сахара, растворенные в этой воде. И периодически тля эту субстанцию выбрасывает из своего анального отверстия. Это так называемая тлевая пать. Сладкие выделения, которые привлекают массу других насекомых, некоторые из которых находятся с тлями симбиотических отношений. Ну, в частности, муравьи. Муравьи, которые питаются тлевой патью и ухаживают за тлями. Вот такой тип отношений симбиотических и такой тип питания, точнее, муравьев, называется трофобиозом. Тли насекомые довольно обычные и широко распространенные. Но вот как они выглядят, это знают немногие, потому что тли ведут очень скрытный образ жизни. Тли хорошо маскируется. И о наличии тлей в том или ином месте биоциноза или конкретного растения мы узнаем только по повреждениям, которые эти тли наносят. Более того, эти повреждения настолько специфичны, что именно по их форме, по характеру этих повреждений мы можем говорить о присутствии на этом растении определенного вида тлей. Ну, впрочем, об этом хорошо знают, например, специалисты в области садоводства. Ну, а меня, как энтомолога, интересует все-таки больше биология тлей. Ну, обо всем понемножку. И кое-что из того, что я сказал, я проиллюстрирую при помощи видеосъемок. Как же развиваются тли? Как они появляются в природе? Ранее весной из яиц появляются молодые личинки. Тли, напомню, это насекомые, равнокрылые насекомые с неполным превращением. Ну, по старой систематике равнокрылые, по новой – это полужесткокрылые. Ранее весной из яиц появляются молодые личинки, а яйца эти были отложены еще осенью предыдущего года. Появляются личинки, которые питаются, постепенно они линяют и превращаются во взрослых самок. Это бескрылая форма. Вообще у всех тлей существуют две формы жизненные – это бескрылая форма и крылатая форма. Ранее весной, в первой половине лета, тли существуют в виде бескрылых форм. Все это самки. В колонии существуют самки крупные, взрослые тли и мелкие личинки, которые рано или поздно, в определенный момент, естественно, тоже становятся самками. Бескрылые самки размножаются протеногенетически, то есть без участия самца. Из неплодотворенных яиц развиваются новые личинки. Но яйца эти в большинстве случаев развиваются внутри яйцеводов самки. И поэтому они рождают на свет уже готовых взрослых личинок, скажем так. Ну, или, скажем точнее, рождают готовых личинок. Ну, выглядит это, конечно, странно, учитывая то, что мы говорим о насекомых. Но, тем не менее, такой факт есть. Вот такой факт яйца живорождения. В определенный период года, чаще всего это случается в первой половине лета, либо ближе к середине лета, в колониях тлей появляются крылатые формы. Это тоже самки, самки-расселительницы. Для того, чтобы в колонии тлей не возникало перенаселения, крылатые самки-расселительницы улетают с кормового растения, где они сами появились на свет, и ищут новые места для формирования новых колоний. Эти самки-крылатые в новом месте вновь воспроизводят на свет новых тлей, среди которых уже есть не только новые крылатые формы, но и в основной своей массе бескрылые, которые снова размножаются партеногенетически. И только осенью в колониях тлей появляются крылатые самцы. И здесь уже происходит обоеполое размножение. Это необходимо для создания более разнородной генетическом отношении популяции. Ну, собственно говоря, половое размножение для этого и существует. Появившиеся на свет в результате полового размножения особи осенью откладывают яички и умирают. Весной, соответственно, из-за этих яиц опять появляются молодые личинки, которые становятся снова самками-действенницами, бескрылыми, которые, в свою очередь, опять начинают размножаться протеногенетически. Таким образом, у тлей существует две формы. Ну, подытожим то, что я уже сказал. Крылатая и бескрылая форма. Крылатая форма нужна для расселения и освоения новых территорий, а бескрылая необходима для постоянного размножения и для увеличения численности популяции. Еще одна интересная особенность биологии тлей – это наличие двудомных и однодомных видов. Двудомные меняют вид кормового растения на протяжении теплого сезона, а однодомные остаются на одном и том же растении. Почему так происходит? Дело в том, что двудомность эволюционно возникла как механизм для снижения внутривидовой конкуренции и снижения численности колоний на кормовом растении, уход от перенаселенности. Когда численность колонии определенного вида тлей на определенном виде растения достигает какого-то определенного максимума, в колонии появляются поколения крылатых особей, которые перелетают на другое растение этого же вида, самки расселительницы крылатые, либо чаще всего на промежуточный вид кормового растения из группы каких-либо травянистых растений. И до конца лета на промежуточном травянистом растении существует эта колония, как популяционный резерв своеобразный, а в конце лета эта молодая колония, где появляются уже новые крылатые особи, снова переселяются на свое типичное кормовое растение. Ну, чаще всего это фруктовое дерево или фруктово-ягодный куст какой-либо, если говорить о садовых растениях. Интересно то, что большинство видов клея являются узкими специалистами. Они способны питаться соком растений только определенного вида. Поэтому по характерным повреждениям, как я уже сказал, повреждениям на растении можно предполагать и наличие определенного вида на растении. Позади меня находится куст черной смородины. Вот с него, пожалуй, я и начну свой рассказ. Черная смородина – это листопадный кустарник, который возделывается в садах ради душистых ягод. Кроме этого используются высушенные и свежие листья, которые заваривают как чай. Плоды и листья черной смородины содержат высокий процент витамина С. Находят широкое применение как в кулинарии, так и в медицине. Черная смородина принадлежит к семейству крыжовниковых. И если для обычного человека ростло черной смородины и крыжовника может быть неочевидным, то для ботаников такая родственная связь не вызывает никаких сомнений. Но еще раньше ботаников близкородственную связь черной смородины и крыжовника установила тля крыжовниковая. Тли на биофаке, конечно же, не учились, а ростло ягодных кустарников определили по сходному химическому составу клеточного сока. Крыжовниковые тли образуют скопление на нижней поверхности листьев. Впрочем, такая особенность характерна для всех видов тлей. Обитая на нижней поверхности листьев, тли постоянно находятся в тени, избегая прямых солнечных лучей. Это препятствует иссушению насекомых, вся организация которых основана на борьбе организма с потерей влаги. Слюна тлей, попадая в растительную ткань во время их питания клеточным соком, вызывает устойчивую деформацию листьев. Происходит искривление жилок и черешков листовой пластинки. Листья на вершинах побегов черной смородины, скручиваясь, образуют хорошо заметные комки. Внутри этих комков как раз и находятся скопления крыжовниковых тлей. Они сами выдают свое присутствие, так что обнаружить их совсем не сложно. Комки из листьев свернуты настолько плотно, что развернуть их не поломав, просто невозможно. По сути, каждый такой комок выполняет функцию защитного кокона, который скрывает своих обитателей от глаз хищников. К тому же внутри комка сохраняется определенный микроклимат, более ровный и стабильный, чем на открытом воздухе. И вот внутри такого комка, кокона, мы видим колонию крыжовниковой тли. Это целый микромир, маленький город, населенный крошечными насекомыми. Интересно то, что комки из листьев в большинстве случаев не ограничивают рост растений. Побеги черной смородины прорастают сквозь комок листьев дальше, вверх. В результате комки оказываются на середине побегов. Длина тела крыжовниковой тли доходит до 2,5 мм. Но это относится к максимально крупным экземплярам. В среднем же многие особи обладают более скромными размерами. Цвет покровов крыжовниковых тлей зеленый или желто-зеленый. Фасеточные глаза красные. Волоски на теле очень тонкие и редко расположены. Лоб слабовыпуклый с четырьмя волосками. Усики шестичленниковые, покрыты короткими волосками. Хоботок в подогнутом состоянии достигает тазиков задних ног. Что касается цвета тлей, то он не одинаков для всех членов колонии. Так, партеногенетические бескрылые самки – зеленые. Нимфы – более светлые, желтоватые. Крылатые самки-расселительницы – черные, с зеленым брюшком. А бескрылые самки, способные к половому размножению, обычно желто-оранжевые. Крыжовниковая тля относится к однодобным видам. То есть, на протяжении вегетационного периода она не меняет вид кормового растения. Зимует крыжовниковая тля на стадии яйца. Весной из яиц выходят нимфы, которые после ряда линик становятся бескрылыми живородящими самками. На протяжении весеннелетних месяцев бескрылые самки размножаются партеногенетически, без участия самцов, которых в это время в колониях и нет. К осени в колониях появляются крылатые самки, которые воспроизводят крылатых самцов и бескрылых самок. Эти осенние бескрылые самки уже способны к половому размножению. Вместе с тем, они уже и не способны к живорождению. Происходит традиционное спаривание самцов и самок, после чего последние откладывают яйца у основания почек кормового растения. Яйца в состоянии диапаузы переживают зиму, а весной из них выходят новые нимфы, будущие партеногенетические самки, и начинается новый жизненный цикл крыжовниковой тли. Внутри колонии тлей буквально все вокруг покрыто липким слоем сахаристых выделений. Медвяная роса – это по сути экскременты, состоящие из излишков воды и растворенного в ней сахара, который происходит из клеточного сока кормового растения. Сахар в организме тлей не усваивается и выводится таким образом наружу. Сложно себе представить, как можно жить во всем липком, но малоподвижным тлям особенно деться некуда. Живут они относительно компактными скоплениями, часто в условиях перенаселенности, поэтому и питаются, и испражняются буквально в одном месте. Вероятно, самим насекомым такой липкий и сладкий мир тоже доставляет некоторые неудобства. Сейчас на экране вы видите тлю, к спинке которой приклеился белый экзувий. Пустая шкурка, сброшенная тлей во время леньки. Может быть, это экзувий именно этой тли, а может быть и кого-то из ее сородичей. В конце концов, разве тут что-нибудь разберешь в таком столпотворении? А еще надо быть внимательным, чтобы случайно не приклеиться к липкому субстрату спинкой. Такие тли уже не способны перевернуться на ноги и, как правило, умирают. И такие неудачники есть под каждым листом. На некоторых тлях блестят прозрачные капельки, на других видны мокрые следы. Ничего необычного. Просто этим тлям на голову испражнились их товарищи. Потому что... Это коммунальная, коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страна. Ну вот как-то так, четко и по сути. Жизнь гражовниковых тлей – совсем не беззаботный рай. Вот личинка коровки. Жуткое кровожадное чудовище. Неожиданно появилась в колонии. Личинка пожирает беззащитных тлей десятками за один присест. А флегматичные обитатели колонии противостоять этому никак не могут. Личинка коровки уйдет сама, когда она сытится. Но личинка не одна. Хищничество взрослых жуков и их личинок является важным фактором сдерживания численности тлей в саду. После того, как вы увидели тлей крупным планом, наверняка вы прониклись в симпатии к этим крошечным и неуклюжим насекомым. Но жесткие механизмы гомеостазы, регулирующие и стабилизирующие численность разных видов, на всех уровнях экосистемы, существуют уже миллионы лет и не зависят от нашего с вами отношения к ним. Просто это надо принимать как данность. Ну а сейчас прямо над моей головой находится персик. Вот такое вот экзотическое растение персик. Ну, на левобережной Украине это растение встречается в садах довольно часто. Ну и невольно этот персик также стал героем моего рассказа. Ну, вот сейчас узнаете почему. Видимо, клевая судьба не обошла и персик. О том, что с персиком не все в порядке, видно при внимательном осмотре листьев. Практически на всех ярусах молодого деревца от самого низа и до вершины попадаются странные формы листья, далекие по своему виду от листовой пластинки нормального строения. Однотонно зеленые, ровные, с цельными краями. Необычные, или будем смотреть правде в глаза, дефектные листовые пластинки персика, неравномерно бугриста вздутые, отчего их края загибаются вниз. Листья выглядят курчаво закрученными. Это верный признак присутствия на дереве тли мизус персицы или тли зеленой персиковой. Поврежденные курчавые листья мы, конечно же, видим. А где же сами насекомые, так сказать, зеленые архитекторы персика? Кстати, это, наверное, первый случай, когда выражение «зеленые» носит негативную коннотацию. Так вот, зеленые архитекторы, сохраняя распространенную среди тлей специфику локализации на растении, обитают на нижней поверхности поврежденных ими листьев. Закрученные с подогнутыми краями листья служат тлям и крышей от дождя, и зонтиком от солнца. Тля мизус персицы повреждают главным образом молодые растения и молодые нежные листья. Максимальный вред персику этот вид тлей наносит весной и в начале лета. Скручивание листьев происходит в результате многочисленных проколов растительной ткани хоботками насекомых и введением в проколы слюны, которая воздействует на вязкость клеточного сока. У тлей вне кишечный тип пищеварения. В результате питания происходит изменение водного баланса в листовых пластинках. Листья деформируются, обесцвечиваются, что ведет в конечном итоге к снижению урожая. Сладкие выделения тлей способствуют развитию на листьях сажистого грибка. А сами зеленые персиковые тли, согласно литературным данным, являются переносчиками 78 штаммов растительных вирусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот и обитатели поврежденных курчавых листьев персика. Это мизус персицы или зеленая персиковая тля крупным планом. Когда видишь этих насекомых не в виде ползающих точек, а вот так, во весь экран, так как их видят антомологи, появляется желание рассказать об этих тлях немного подробнее. Перед вами на экране нимфы персиковых тлей младших возрастов. Об этом можно судить по нежной, зеленой или желтовато-зеленой окраске. Со временем тли темнеют, и бескрылые самки могут быть темно-зелеными, коричневыми, розовыми или даже красными. Все зависит от состава пищи и физиологического состояния конкретных особей. Но все-таки наиболее яркими тонами покраски могут похвастаться лишь нимфы. Сочные оттенки желтовато-зеленого контрастируют с черно-полосатыми усами и черными трубочками на вершине брюшка. Лично мне эти создания кажутся довольно симпатичными. Длина тела зеленых персиковых тлей варьирует от 1,7 мм до 2,1 мм. Продолжительность развития у этого вида от появления на свет до начала размножения составляет в среднем 14,8 дня. Средняя продолжительность жизни одной особи занимает около 23 дней. Для насекомых это, наверное, немного и немало, скорее много, учитывая крошечный размер тлей. Некоторые подемки, например, живут лишь несколько часов, а скажем, высшие бабочки дотягивают до полутора-двух недель, а зачастую и меньше. А какие условия среды являются наиболее благоприятными для жизни персиковых тлей? Оказывается, эта температура воздуха в диапазоне плюс 22, плюс 25 градусов Цельсия с относительной влажностью воздуха 70-80%. Ну, это почти как на морском побережье в начале лета. Многие наши граждане во время своих летних отпусков тоже стремятся к таким условиям. Так что, несмотря на то, что мы позвоночные, есть кое-что общее у нас и персиковых тлей. Развитие персиковых тлей начинается весной. Из зимовавших яиц выходят нимфы на основном растении хозяина. Часто это персик, но могут быть и другие фруктовые деревья из рода Прунус. Личинки превращаются в бескрылых самок, которые партеногенетическим путем только на протяжении одной весны могут воспроизвести до восьми поколений. По мере увеличения плотности населения в колонии появляются крылатые самки-расселительницы, которые переселяются на травянистые растения. Среди этих травянистых зафиксировано более 400 видов. На которых обитают летние колонии персиковых тлей. Среди так называемых сорняков тли предпочитают растения из семейства марьевых. К несчастью для нас летние колонии тлей живут и на полезных огородных культурах, таких как огурцы, свекла, салат, репа, картофель, шпинат, морковь, сладкий перец, томаты, турнец, брюква, брюссельская капуста, кабачки, баклажаны и многие другие. А в Западной Европе летние поколения персиковых тлей серьезно вредят сахарной свекле. В конце лета, благодаря фотоапериодическим реакциям и снижению среднесуточных температур, крылатые особи тлей возвращаются на персик, основное свое растение. Там появляются самки и самцы, которые размножаются половым путем, откладывая в конце концов яйца, которым суждено перезимовать. Ну и в завершении следует сказать, что тля мизус персицы не относятся к аборигенным видам европейской фауны. Это тля интродуцент, родом, вероятно, из Азии, где произрастают и дикие предки персика. Ну а сейчас позади меня находится другое растение. Вот оно здесь, рядышком. Это красная смородина. Ну и безобразные вздутия на листьях говорят о том, что красная смородина попала в этот вид совершенно не случайно. Но вот сейчас все о ней и узнаем. Ну, вот так выглядит красная смородина. Сильно напоминает более привычную нам черную, но с более мелкими листьями. И, конечно же, цвет ягод. Естественно, красный. Именно цвет ягод и дал название этому виду смородины. Точнее, название дали ботаники на основе цвета ягод. Красная смородина, как и другие виды смородины, известна полезными свойствами ягод. Все эти полезности я уже перечислил, когда шел разговор о свойствах черной смородины. Также стоит сказать, что красная смородина выращивается все-таки в более южных районах. Думаю, любой внимательный зритель, пусть даже неопытный с удовольствием. Заметят, что с этими кустами красной смородины что-то не так. На простом бытовом уровне многие простодушно сказали бы, что на кустах какая-то болезнь. На самом деле, эти растения облюбовали красно-смородинные тли, а сморщенные и бугристые листья просто результат их жизнедеятельности. Листья, поврежденные тлями, имеют очень характерный вид. Края листьев загибаются вниз, а их верхняя сторона покрывается буграми разной величины. Эти вздутия называются галлами. В начале теплого сезона галлы имеют желтовато-коричневый или коричневато-желтый цвет. Позднее галлы становятся красными. В некоторых случаях поврежденные листья, сильно сморщиваясь и подворачиваясь внутрь, формируют шарик. Способность красно-смородинной тли создавать галлы отражена в ее втором названии тля-листовая-галловая. Ну, а сами тли, как я уже и говорил, живут под стенью деформированных листков, как под зонтиком. При сильном поражении тлями урожайность таких кустов смородины может существенно понизиться. Отмечается, и слабый прирост поврежденных растений. Если развернуть пораженные листья красной смородины и посмотреть на их нижнюю поверхность при помощи оптики, увидим то, что сейчас все видят на своих экранах. Это и есть криптомизус рибис или красно-смородинная галловая тля. В условиях лесостепной зоны умеренных широт Европы это довольно обычный вид тлей и довольно обычный вредитель не только красной, но также и белой смородины. Красно-смородинная галловая тля относится к двудомным видам тлей. Весной и в первой половине лета эти тли живут на основном кормовом растении красной смородины. Позднее при помощи крылатых самок-расселительниц тли переселяются на травянистые растения из семейства губоцветных, а с наступлением осени тли возвращаются назад на красную смородину. Здесь происходит традиционный половой тип размножения в отличие от весеннолетнего портеногенеза с рождением живых нимф. В результате самочки откладывают продолговатые черные яйца и погибают. Новые тли крошечные личинки нимфы появятся на свет только следующей весной и сразу на кормовом растении смородине. То есть только появился на свет и уже весь в еде. Только ешь. Об этом мама позаботилась еще в прошлом году. Окраска личинок и портеногенетических самок от желто-белой до янтарно-желтой. Возникают вопросы не влияет ли такая праздничная и веселая окраска на выживаемость популяции? Не проще ли быть традиционно зеленым и удачно сливаться с окружающим фоном? Вероятно яркая расцветка не имеет прямой зависимости с выживаемостью в связи с крошечными размерами тлей. Да и ведут они малоактивный образ жизни прячась под своими бугристыми зонтиками из листьев. Так что при таком положении вещей можно быть даже красивым как павлин все равно никто не увидит. Ну а крылатые формы по окраске у всех видов клей похожи. Как правило черно-зеленые голова и грудка темные брюшко зеленоватое. Крылатые формы активно летают поэтому им лучше не выделяться. Простая целесообразность отточенной отбором и ничего более. отчетки отчетки Продолжение следует... Вообще, очень интересно наблюдать за этим маленьким мирком, со своим укладом и своим темпом жизни. Вот, например, эти тли спят. Конечно, этот сон не полностью аналогичен сну позвоночных. Но в смысле физиологии, это тоже состояние покоя нервной и мышечной систем, отсутствие локомоторной активности. Насекомые отдыхают. А куда идет этот малыш, точнее малышка? В этой протоногенетической семейке самцов в данный момент еще нет. Тлюшка такая маленькая, что к ней возникает устойчивое чувство симпатии. Ее хочется прямо погладить и посюсюкать немножко. К сожалению, она такая крошечная, что без оптики мы ее вообще бы не увидели. А вот сброшенные экзувии. Старые хитиновые панцири, ставшие тесными для подрастающих личинок. А эта малышка только-только полиняла. Позади нее виден сброшенный экзувий. Длина этой крошки примерно 0,3 мм. Сейчас она обсохнет. Новая хитиновая одежда затвердеет до нужного уровня. И тлевый ребенок неуверенными шажками пойдет покормиться. Ведь чем больше ешь, тем быстрее вырастешь. Ну, пожалуй, больше не стоит нарушать семейную идиллию красносмородиной головой тлей. Нам пора двигаться дальше. Сейчас за моей спиной находится вишня. Большое дерево с большой биомассой и с соответствующим населением в своей кроне. Вот о том, кто живет на вишне и почему, мы сейчас и поговорим. А на вишне обитает один из самых приметных представителей садовой афидофауны. Тля вишневая или мизус церази. В европейской фауне этот вид представлен двумя подвидами. Вот именно на вишне живет номинативный подвид. Мизус церази церази. О втором подвиде мы поговорим немного позднее. Вишневые тли относятся к двудомным видам. К середине лета крылатые формы переселяются на травянистые растения. Чаще на подмариннике, где формируют новые колонии. Осенью тли возвращаются на вишню или черешню. Как я уже сказал, вишневая тля относится к довольно заметным видам тлей. Мало того, что эти тли достаточно крупные, особенно самки-девственницы, так они еще и обладают неожиданным темным цветом – от бурого до угольно-черного. Эти тли не живут на вишневом дереве, где попало. Все члены колонии локализованы на молодых листочках на концах ветвей в нижнем ярусе дерева. Как и другие виды тлей, вишневые обитают на нижней поверхности листьев. Но если погода стоит прохладная и нет прямых солнечных лучей, вишневые тли свободно гуляют и по верхней стороне листьев. Интересно, что о присутствии тлей на вишне можно судить, даже не прибегая к осмотру листьев. Достаточно просто посмотреть на листья нижнего и частично среднего ярусов. Даже на расстоянии нескольких метров от дерева заметен сильный блеск листьев, обильно покрытых липкой медвяной росой тлей. Стоит только немного поперебирать листья руками, где-то раздвинуть ветви и пальцы тут же становятся неприятно липкими. Все это хочется немедленно смыть и больше к листьям не прикасаться. Вот в этом и состоит главное пагубное воздействие вишневых тлей на растения. Сладкие экскременты насекомых прочно заливают листовые пластинки, забивая устицы, что в результате снижает фотосинтез, нарушает газообмен и ведет к угнетению растения. Как я уже показывал и говорил, разные виды тлей создают на листьях кормовых растений повреждения очень характерного вида, но это не относится к номинативному подвиду вишневой тлей. Жизнедеятельность этих насекомых вызывает лишь легкую деформацию концевых листков. У таких листьев еле заметно опускаются вниз края. А сама листовая пластинка выглядит как будто бы помятой. На самом деле пораженные листовые пластинки, такие же жесткие, как и здоровые, просто выглядят более волнистыми. В таком неизменном состоянии листья остаются вплоть до осеннего листопада. Если поискать в русскоязычном интернете информацию о повреждениях вишневой тли, то все, что мы найдем на 90% является компиляцией одного и того же источника, который в самых животрепещущих подробностях рассказывает о страшно деформированных вишневых листьях, сложенных пополам и спирально закрученных, ну или в обратной последовательности. Также эти источники сообщают, что после нападения тлей листья вишни засыхают, потом чернеют, выглядят как будто бы обожженными, ну и вообще отваливаются. Это лишний раз говорит о том, что в интернете хранится немало всякого хлама, так что лучше читать специальную научную литературу. Номинативный подвид вишневой тли имеет довольно обширный ареал. Это не только Европа, а также Передняя и Средняя Азия, Северная Америка, Северная Африка и даже Австралия. Ареал тли совпадает с регионами выращивания вишни. А у нас в Европе тля мизус церази церази широко распространена, главным образом в степной зоне. Как хорошо видно, тли имеют темную окраску. Нимфы бурые, причем совсем мелкие и новорожденные, более яркие, светло-коричневые, с возрастом становятся темнее, буреют. Ну а взрослые имага, а именно протеногенетические самки, становятся угольно-черными, с явным блеском. Вот эти бескрылые девственницы обладают широким телом грушевидной формы, длиной до 2,4 мм. Усики отходят от высоких усиковых бугорков, между которыми находится заметный желобок. Трубочки на вершине брюшка своими концами направлены навстречу друг к другу. Ноги вишневых клей контрастные, двухцветные. Большая часть ног прозрачна. Бедра черные целиком, или только их вершина. Черные и дистальные части голени. Также стоит заметить, что этот вид клей имеет более мощную склеротизацию покровов. Крупные бескрылые самки, например, заметно твердые на ощупь. Ну, естественно, в относительном выражении. Субтитры создавал DimaTorzok Крылатые формы также имеют темную окраску. Голова и грудка у них черные и блестящие, а брюшко бурое с черными пятнами по краям тергитов. Вы видите, что время от времени крылатые особи раскрывают крылья или просто подергивают ими. Вероятно, таким образом крылатые тли поддерживают в тонусе группу мышц, отвечающих за движение крыльев. Малоподвижный образ жизни имеет свои минусы. Крылья природа вроде бы дала, но используются они только в крайнем случае. А поддерживать форму необходимо постоянно. Малоподвижный образ жизни Малоподвижный образ жизни Причем размножаются эти самки партеногенетическим путем, то есть без участия самцов. Интересно то, что продолжительность развития бескрылых самок не одинакова в разные периоды теплого времени года. Например, весной и в первой половине лета развитие тли от личинки до половозрелой самки короткое и занимает от 6 до 10 дней. А вот в конце лета и осенью развитие растягивается и составляет уже от 16 до 20 дней. Меняется и плодовитость самок. От максимальной весной и в первой половине лета это от 89 до 117 личинок от одной самки до минимальной плодовитости в конце лета и осенью от 6 до 12 личинок от одной самки. Более того, к концу теплого сезона сокращается и продолжительность жизни бескрылых самок. Так, весной и в начале лета самки тлей живут до 52 дней. Ну а в конце лета и осенью продолжительность жизни падает до 20 дней. Таким образом, ближе к осени антогенез тлей удлиняется примерно в 2 раза. Сокращается продолжительность жизни также почти в 2 раза. А плодовитость самок просто резко падает до критически низких показателей. Это связано с фотопериодизмом, а именно с сокращением длины светового дня и со снижением температуры воздуха в темное время суток. В самом начале рассказа о вишневых тлях я говорил, что существует два подвида этих насекомых. До этого момента речь шла о номинативном подвиде – мизус церази церази. Но есть еще один подвид – мизус церази пруниавиум. Русского названия у второго подвида нет, но не будет ошибкой назвать его хотя бы условно – тлей черешневый. Да, мизус церази пруниавиум обитает на черешне. Заселяют тли, в отличие от вишни, все уровни черешневого дерева, вплоть до самой вершины. Повреждения тлей на черешне выглядят очень заметно и эффектно. Поврежденные листья складываются пополам, посредине или верхней трети, а затем винтообразно закручиваются внутрь. Когда несколько листьев находятся рядом, образуется бесформенный комок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два подвида вишневой тли морфологически неразличимы. Разными оказываются только кормовые растения. В 1988 году международный коллектив немецких и французских энтомологов опубликовал результаты своих исследований по идентификации двух подвидов вишневой тли. Так, например, было показано, что если один подвид со своей родной вишней переселить на черешню и то же самое сделать со вторым, то в колониях тлей на неправильном растении начинается высокая смертность. В целом авторы пришли к заключению, что два подвида вишневой тли стоят на пути к обособлению в два разных вида. Вот ведь как интересно бывает. Любое растение, которое мы любим, будь то смородина, вишня, черешня, оказывается, кроме нас любит кто-то еще. В данном случае разговор пойдет... Вот ведь как интересно бывает. Любое растение, которое нам понравилось, будь то смородина, малина, слива, черешня, вишня, оказывается, любит еще кто-то. Причем любил еще довольно задолго до нас. За моей спиной находится слива. И сейчас мы поговорим о тлях, обитающих на сливе. На сливе встречается не один вид тлей, но в лесостепной зоне все же наиболее обычной является тля мучнистая сливовая, или ялоптерус пруни. Этот вид тлей тяготеет к нижнему ярусу дерева. Колонии тлей располагаются на нижних ветвях и особенно на приземной поросли, столь характерной для сливы. Дерево, населенное тлями, выглядит нездоровым. В результате деятельности мучнистых сливовых тлей на листьях не образуются замысловатые зеленые хитросплетения. У листьев сливы просто слегка подгибаются края. При этом листья выглядят безвольно обвисшими и помятыми. В дальнейшем поврежденные листовые пластинки начинают желтеть вдоль жилок, а потом и целиком усыхают. Так и остаются висеть сухими, или наоборот, опадают безвременно, задолго до наступления осени. Сами тли сидят на нижней поверхности листьев вдоль жилок и плотно покрывают своими тельцами молодые побеги. Кстати, совсем молодые листочки на стадии распускания, подвергшиеся нападению тлей, сразу засыхают и чернеют. Более того, мучнистые сливовые тли повреждают и формирующиеся плоды. В результате плоды получаются мелкими, иногда деформированными и малоаппетитными по внешнему виду. Внимательно присмотревшись, мы увидим, что все листья и побеги покрыты белыми хлопьями. А во время ветра с дерева летит заметный снежок. Снег в разгаре лета. На самом деле это экзувии. Тысячи экзувиев, перелинявших и растущих тлей. Напомню, экзувии – это сброшенный в процессе линьки старый хитиновый панцирь членистоногого. Ну и, конечно же, нельзя забывать о сопутствующем эффекте питания тлей. Это растительные вирусы, переносимые тлями, и сопрофитные грибы, для которых питательным субстратом является медвяная роса, обильно покрывающая липким слоем места обитания тлей. Так называемый сажистый налет покрывает пораженные листья сливы темными пятнами. Со стороны листья выглядят грязными. Сейчас на экране как раз опекальная часть побега слив, то есть концевая часть веточки с усохшими и потемневшими молодыми листочками. Об этом уже было сказано выше. И здесь, среди тлей, мы встречаем одного из самых распространенных хищников афидофагов лесостепной зоны, особенно в последнее десятилетие. Это личинка инвазивного вида коровки орлекина – гармония оксиридис. Споры энтомологов о целесообразности присутствия этой коровки в европейской фауне продолжаются. Да, это чужеродный у нас вид. Насколько удачно он вписался в наши биоцинозы? С какими близкородственными видами аборигенной фауны орлекины вступили в пищевую конкуренцию? И насколько глубока эта конкуренция? И в конце концов, это вредный вид у нас или полезный? С точки зрения рационального использования природных ресурсов и сельского хозяйства. По крайней мере, один факт является совершенно очевидным. Это постоянное присутствие личинок орлекина в колониях тлей, причем в гораздо большем количестве, чем в других местах. И, конечно же, нескрываемый хороший аппетит, благодаря которому личинки коровки наносят ощутимый урон колониям тлей, обитающих на сливах. Глупость некоторых тлей просто поразительна. У сливовых тлей отсутствует не только инстинкт самосохранения, в самом широком смысле этого слова. У них отсутствует система сигнализации, как, например, у общественных насекомых, система мобилизации и быстрой передачи сигналов. Вот поэтому тли и являются практически бездонным пищевым ресурсом для прожорливых коровок. КОНЕЦ А вот и результат глупости и беспечности. Еще один хищник, часто посещающий колонии тлей, это личинка мухи журчалки, немного напоминающая пиявку. Тем не менее, это насекомые. Ну а теперь настала пора подробнее поговорить о мучнистой сливовой тле. Этот вид обладает нежно-зеленым цветом, с темно-зелеными продольными полосками вдоль тела. Иногда эти полоски прерваны наподобие пунктира. Внешне эти тли выглядят матовыми. А при увеличении хорошо заметно, что насекомые покрыты светлой восковой пудрой, защищающей их тела от высыхания. Мучнистая сливовая тля является полиморфным видом в отношении окраски. Во время обитания колонии на основном растении – сливе, среди зеленых особей существует небольшой процент желто-коричневых или красно-коричневых особей. К середине лета часть колоний остается на сливе, а крылатые самки-расселительницы создают новые колонии на тростнике. В тростниковых популяциях коричневых особей уже много – примерно половина. Длина тела мучнистых сливовых тлей доходит до 2,8 мм. Это самки-девственницы, они наиболее крупные. Другие члены популяции несколько мельче. Крылатые самки-расселительницы имеют черно-бурую голову и грудь, и светло-зеленое или желто-зеленое брюшко с рядами белоопыленных пятен. Крылатые формы в небольшом количестве появляются в колониях на сливе уже с начала лета и присутствуют на сливе постоянно. Но в какой-то момент, ближе к середине лета, крылатых форм становится значительно больше, и они переселяются на тростник, где партеногенетическим путем рождают личинок нимф, будущих бескрылых самок-девственниц. Так образуется новая колония. Любопытно, что на протяжении всего периода изучения мучнистой сливовой тли с XVIII века и до нашего времени название вида менялось 21 раз, естественно, в процессе таксономических ревизий. Более того, в результате этих ревизий мучнистая сливовая тля 8 раз была описана как новый для науки вид. Ну и вишенка на торте. Существует ряд экологических работ и кратких сообщений, где под названием мучнистой сливовой тли описывался похожий, но другой вид тлей – гиалоптерус арунденис. Первое упоминание о нашей тле относится к 1737 году. Это дошедшие до нас наблюдения за тлями, обитающими на сливовых деревьях во Франции. Описывались тли, покрытые белым порошком. А сделанные эти наблюдения были известны физикам и энтомологам Рене Антуаном Реомюром. Без сомнения, Реомюр описывал именно мучнистую сливовую тлю. А первое научное описание тли под названием «Афис пруни» сделал Этьен Луи Жофруа – французский медик, зоолог и энтомолог. Кроме медицинской практики, Жофруа занимался сравнительной анатомией позвоночных, опубликовал работу о брехоногих моллюсках и серьезно занимался изучением насекомых. Описание мучнистой сливовой тли Жофруа сделал в 1762 году, впервые применив к этому виду бинарное латинское название. Удивительно, но коллекция насекомых со множеством типовых экземпляров, которую Жофруа собирал на протяжении всей своей жизни в XVIII веке, дошла до нашего времени. Сейчас коллекция Жофруа входит в Золотой фонд Парижского национального музея естественной истории. Колонии тлей, конечно, не похожи на структурированные сообщества перепончатокрылых с функциональной дифференциацией членов этого сообщества. У тлей все значительно проще, и, на мой взгляд, устоявшийся термин «колония» не вполне удачен. Сообщество тлей – это, скорее, скопление полиморфных особей одного вида. Но, несмотря на внешнюю простоту организации, нам малоизвестна этология тлей или их поведение и на внутривидовом уровне, и на межвидовом. Несмотря на давний и огромный интерес биологов к тлям, почти все исследования посвящены изучению биологических циклов тлей, их связям с кормовыми растениями, патогенными организмами, которые распространяются благодаря тлям. А в последнее время с тлями работают и генетики, используя многочисленных насекомых в качестве модельных объектов. То есть, в основном, все исследования носят практический характер. И, возможно, это лишь мои ощущения, но на жизнь тлей не хватает какого-то чисто зоологического взгляда, что ли. Вот на экране один из листков сливы. Обычно мучнистые сливовые тли плотно покрывают своими телами растения, да и все тли разновозрастные. Но на этом листке все не так. Тлей здесь мало, и все это новорожденные нимфы первого возраста. Это очень напоминает ясли для малышей. Они занимаются своими делами, питаются, некоторые гуляют, исследуя новый для себя мир. Субтитры сделал DimaTorzok Кроме малышей, на этом же листочке видим и самку-девственницу, которая кажется огромной по сравнению с нимфами. Не исключено, что среди этих нимф есть ее родные дочки. Неужели это ясли? А самка здесь оказалась случайной, или она присматривает за малышами? Субтитры сделал DimaTorzok А вот еще кадры. Видно, что питающиеся тли отличаются раздражительностью и совершенно не выносят, когда им садятся на голову, в буквальном смысле. Тли, на которых забрались сородичи, начинают отчаянно брыкаться, как лошади на родео, пытаясь бросить надоедливого родственника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас обратите внимание на эту парочку. Сверху нимфа младшего возраста, а внизу нимфа старшего возраста. Внимательно присмотритесь к мелкой наезднице сверху. Несмотря на все попытки крупной тли сбросить мелкую, последняя держится на зависть прочно. У нее семь точек опоры. Седьмая точка – это хоботок. Он погружен в заднюю часть спинки крупной тли. КОНЕЦ Я рассматривал эти кадры со всей возможной щепетильностью. Делал фото, стоп-кадры, замедленное воспроизведение. Никаких сомнений, хоботок проколол покровы крупной тли. Что же это? Возможно, мелкая нимфа просто заякорилась при помощи хоботка, чтобы не упасть. Возможно, это у нее вообще получилось спонтанно. Так сильно упиралась хоботком, что и проколола сородичи. Кстати, я рассматривал и другие подобные сценки. Хоботок никто больше не использовал для опоры. Но тут назрел еще один вопрос. А для чего вообще мелкая нимфа забралась на крупную? И почему ей так важно прочно зафиксироваться? Странно было бы думать, что мелкая нимфа пытается добраться до гемолимфы своего сородича. Ведь тли являются фитофагами. Пищеварительная система растительноядных содержит карболитические ферменты, расщепляющие углеводы. Для переваривания гемолимфы нужны совершенно другие ферменты. С другой стороны, известно, что у растительноядных клопов черепашек, например, присутствуют как карбогидразы, так и протеазы, расщепляющие белок. Да, действительно, странно было бы думать, что мелкая тля оседлала крупную для получения порции гемолимфы. Или нет? Может быть, мы еще не все знаем о тлях? Вопросов много, а ответов, к сожалению, нет. Информации крайне мало, и этих случайно сделанных кадров явно недостаточно для полноценного анализа и выводов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот еще один интересный момент. Кроме мучнистой сливовой тли, на сливовом дереве обитает еще один широко распространенный вид. ФОРОДОН ГУМЕЛИ Или хмелевая тля. Это двудомный вид, который мигрирует на хмель, образуя там летнюю популяцию. Оба вида тлей часто живут на одном и том же дереве. Вероятно, каким-то образом эти виды делят между собой жизненное пространство. В доступной мне литературе никакой информации по этому вопросу я не встретил. На этих кадрах колония мучнистой сливовой тли. А в нижней части экрана, слева, сидит нимфа хмелевой тли. Стало быть, два разных вида существуют совместно, образуя смешанные колонии. Вот еще кадры со смешанной колонией. Правда, здесь все наоборот. Мучнистых сливовых тлей единицы, а основная масса это хмелевые тли. Надо сказать, что оба вида очень сходны между собой. Светло-зеленые, с темно-зелеными полосками. Но хмелевые тли блестящие, так как не имеют мучнистого воскового налета. Главное отличие хмелевых тлей – это внешний вид головы. Посмотрите, у хмелевых тлей между усиками видно что-то вроде торчащих щупиков, как у жуков. Но, конечно же, никаких щупиков у этих тлей не может быть. Нет, щупики, конечно же, есть, но они являются частью хоботка и вперед не торчат. А то, что мы видим, это выросты базальных члеников усиков и усиковых бугорков, так называемые зубовидные отростки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свои загадки есть и у хмелевых тлей. Вот кадры из моего архива. Съемка сделана 18 мая 2019 года. К середине мая численность хмелевых тлей на сливе стала настолько внушительной, что большое количество тлей стало спускаться с дерева вниз. Заборы и прочие постройки под сливой были покрыты ползающими тлями разных возрастов и стадий. А вот эта железная труба, торчащая на клумбе, прямо под сливой, стала местом аномального скопления хмелевых тлей. Это напоминает катастрофическую миграцию во время вспышек массового размножения. Такое иногда описывается у божьих коровок или леммингах, но это уже млекопитающие. Что же происходит с тлями? Сказать однозначно трудно. Это напоминает какое-то раение на отдельно взятой железной трубе. К сожалению, описание подобного поведения хмелевых тлей я нигде не встретил. На следующий день после съемок все тлист трубы куда-то исчезли. Еще несколько дней множество тлей ползало по заборам вокруг сливы, но вот таких кучкующихся я больше не обнаружил. Что же это было? Опять загадки. И эти загадки ждут своих исследователей. Дорогие друзья, пользуясь случаем, я пробовал. вас посетить мой канал для этого надо сделать совсем простые действия вам надо всего лишь зайти со своего устройства в youtube в поисковой строке youtube набираете мое имя и фамилию олег пожаров это и есть название моего канала и жмете поиск и вот вы попадаете ко мне на канал здесь вы найдете много интересного вы можете зайти в раздел о канале и узнать что главная цель моего канала это популяризация энтомологических знаний там же вы найдете ссылки на научные ресурсы в которых я принимаю непосредственное участие или по крайней мере имею некоторые отношения также перейдя по одной из ссылок желающие могут найти полные тексты моих публикаций в профильных биологических журналах ну и главный раздел видео познакомит вас с моими авторскими работами о насекомых и других членистоногих так как я энтомолог естественно что герои большинства моих сюжетов это насекомые но время от времени на моем канале появляются сюжеты и о других животных не насекомых я как зоолог в широком смысле этого слова проявляю живой интерес к различным представителям фауны тем не менее основными персонажами моих видео остаются насекомые а я в кадре или за кадром комментирую происходящее событие тут вы найдете и маленькие видео зарисовки и полнометражные документальные фильмы и лекции в общем думаю каждый интересующийся миром членистоногих найдет для себя что-нибудь интересное а чтобы не терять мой канал на безбрежных просторах интернета просто подпишитесь на него и новинки канала будут приходить вам автоматически а я заранее благодарю всех кого мои видео работы не оставили равнодушными она сегодня друзья все все что я вам хотел сказать сегодня я постарался по максимуму рассказать смотрите мой канал оставляйте свои комментарии ставьте лайки и увидимся в следующих сюжетах всем пока на самом деле что послужило стимулом вот к созданию этого видео оказывается информации по тлям такой стративный не так и много тем более с привязкой к территории левобережной украины где ведутся эти съемки ну да множество есть рисунков более или менее качественных в определителях еще советского периода видео в интернете конечно есть на его не так и много ну и тем более про энтомофауна украины как я уже сказал в общем то связи не очень много ну а садоводческое движение то у нас как никак большое везде поэтому для всех садоводов это близко и злободневно конечно интерес к тлям определенный существует ну главным образом кого и как и чем травить такой бытовой интерес ну а мне как энтомологу все-таки интересно показать как все-таки как все-таки выглядят эти маленькие насекомые на что они похожи и немножечко проникнуть в тайной жизни и как бы в глазок в такой немножечко подсмотреть за их образом жизни за их поведением пока они нас не видят большинство съемок то велись через бинокуля и тли явно не догадывались что вообще-то за ними наблюдает я и и в данный момент сейчас и вы множество зрителей ну вот так вот мы немножко подсмотрели за жизнью и поведением тлей ну практически в замочную скважину вот так вот так такие мысли вслух между делом да кстати я вот эти свои размышления сюжет включать не собираюсь это так